Гиподинамия означает, что человек не способен волевые факторы, волевые силы свои применять к тому, чтобы не заниматься своими заботами. Он не может ни заботами не заниматься. Ему надо только заботами заниматься. Он не может выбежать и просто зарядку просто так сделаем. Это означает, что он не может наполняться. Он уже атрофирован своей возможности наполняться. Это значит, что он будет всегда ругаться, всегда мучить близкого человека. Потому что почему люди друг друга мучают? Только одна причина. Потому что они истощены. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? И поэтому первое, что человек должен сделать, он должен научаться включать свой волевой фактор к движению на природе. Можно ходить, можно ползать, можно бегать. Все, что можете. Субтитры создавал DimaTorzok У меня к вам вопрос. О чем мы сегодня говорим с вами? Мы сегодня говорим с вами о возможности простить, убрать боли сердца, убрать камень. И о чем я вам сейчас говорю? Если у вас переключатель не срабатывает, вы не можете себя заставить идти на улицу. Вам некогда. Вы никогда не простите. Потому что прощение означает вот этот вот из озера счастья убрать камешек. А его можно убрать только энергией счастья. Энергия счастья от природы идет. Не бегаешь на природе, не ходишь, зарядки не делаешь. Значит, ты не будешь с возможностью убрать камешек. Будешь замученным все время. Все. Теперь следующий этап. Когда у человека есть энергия, ее можно куда-то уже направить. И куда надо ее направлять? С одной стороны, в семью. Вот что значит любить близких людей? Значит, наполнилась, отдала, наполнилась, отдала. Откуда счастье надо ждать? От близких людей? Нет. Они тебе дадут только... Счастье надо ждать от природы, от добрых людей и от Бога. А близких людей надо ждать благодарность, когда придет неизвестный. Но когда придет, это будет классно. Когда мне жена говорит, ты у меня самый лучший, мне другого не надо. Это классно, но мы не можем это ждать, потому что это называется привязанность уже. Возникают скандалы. Когда ты мне скажешь, что у тебя самый лучший, сколько можно уже пахать на тебя? Вот. Это называется привязанность. Привязанность. Она не приносит счастья. Счастье приносит, когда человек самодостаточный. Он понимает, что он в семью, в семейную жизнь попал. Это испытание. Энергии любви самые сложные. И с ними очень трудно. Это испытание. И наполняйся где? От природы, от добрых людей, от Бога. Значит, ты самодостаточный человек. Есть откуда наполняться. Но если ты постоянно недоволен женой, недоволен детьми, все достали меня. Есть только одна причина. Ты хочешь наполняться от них. А от них нельзя наполняться. Если ты хочешь от них наполняться, включается злая судьба. Она как раз и ждет, когда ты захочешь что-то от жены. Чтобы тебя замучить потом. От близких ничего ждать не надо. Это все само приходит само собой. Типа от близких ждать не надо. Зачем тогда нужна семья? Не хочу тогда. Все. Нет, семья это хорошо. Любовь это хорошо. Между мужчиной и женщиной отношения это хорошо. Если ничего не ждать. Тогда все приходит хорошо. Как, Олег Геннадьевич, пример какой-то. Приведите пример экзамены. Вот, допустим, я когда сдавал экзамены, я всегда получал плохие отметки. И всегда очень старался, учил все. Я был такой прилежный. Но когда я учил, я так у меня в башке, в башках кипело, что я все забывал. Потому что сильно хотел получить хорошую отметку. Я там со мной был в общежитии мой приятель, который учился не потому, что он хотел хорошую отметку получить, а потому что ему нужно было знать для работы. Он выучивал все самое главное, что нужно для работы. Пытался понять материал. И говорил мне всегда, я согласен на любую отметку. Главное все понять. И когда он приходил к экзаменаторам, он себя вел очень скромно, по-доброму. И говорил им самое главное. Он говорил, я все не помню, но вот самое главное, суть такая. Я говорю, нам суть только и надо, как ты все запомнишь, это же невозможно. И ставили ему всегда пятерки. А если не пятерки, тогда они его дотягивали до пятерки. Меня никто не дотягивал. Меня все заваливали. Почему? Потому что я прихожу, смотрю на преподавателя. Хочу хорошую отметку. И начинают меня валить. Называется привязанность. А он не был привязан. И он себя благородно с преподавателем вел, всегда тактично. Получал всегда только хорошие отметки. Я удивлялся, как же так? Вот он не хочет пятерку, а ему ставят. Я хочу, мне не ставят. Что за фигня? А оказывается, что эта фигня, это вся жизнь. Не только экзамены. Это всегда так. Это называется закон подлости. То есть это вся жизнь такая оказывается. Что если ты сильно что-то хочешь, то это как раз не получишь. Вот девушка подходит ко мне и говорит, «Я, Сергей Геннадьевич, не могу выйти замуж. Почему?» Я говорю, «Слишком как идти замуж». Если сильно хочешь, ты как бы истощаешь. Молодой человек на тебя посмотрел только, но ты ему понравился. Ты так на него. Он говорит, «О, нет, нет, только не это». И ушел сразу. Вот, все. Вот, все.